Ребята, всем привет! У нас сломалась плита, и там сейчас Петер и Кевин стараются нам помочь, пишут всевозможные варианты, что нам можно сделать. И сейчас Кевин написал, что имел в виду Петер, какой-то уже сериал. Нужно вот здесь вот посмотреть, чтобы все вверх были подняты. Я не знаю, чтобы все было вверх подняты. Вот, смотри, одна внизу, вниз. А это наша хоть? Нет, это наверное не наша. Сейчас пока разберемся, где наш щельчик. Какая? Там Настя. Ой, блин, ну как же проверить, что это наш? Тебе же показывала, я просто никогда не смотрела. А, можешь пойти? Да, если чтоб из меня, да, Шандараха? Иди открой просто, там есть ключ. Ты будешь сейчас это делать? Да, давай. Ну давай. Так подожди, ты должна проверить, там свет этот. Поднимай. Ты пойдешь? Я пойду. Иди. Это главное, чтобы не чужая квартира была. Это просто жесть, заработало. Спасибо большое. Кевин, Петер, огромное спасибо, я вообще сейчас в шоке. Капец, я рада. Очень здорово. Спасибо большое. Мне интересно, как я отключила, я сама отключилась. Да, я думаю, сама может какое-то напряжение скакануло, и оно отключилось. Фух, слава богу, спасибо большое, Кевин и Петер. Спасибо вам, да, класс. В общем, ребят, еще раз большое вам спасибо. Там и Жанна написала, что нужно проверить счетчики эти. Большое спасибо. Мы вышли в микс-маркет, хотим посмотреть, есть ли паски, цены на них. И так просто прогуляться. Минут 25 мы сошли, да, наступляет? Да, да, да. Где-то так. В общем, сейчас зайдем, а потом включимся. Вот, что там написано. Ребята, можете посмотреть цены на овощи. У нас все шокировано. Вот, ребята, паски и цены. Это больше нет, да, выбора? Только тут. Ну да, только тут. В общем, ребята, мы уже у себя на районе. Пришли мы с микс-маркета. И немножко там купили некоторые продукты. Тоже все очень-очень дорого. Паска, вы сами видели, сколько стоит. 300 грамм 5 евро, а маленькая 350, по-моему. Ну, я там ставлю, я сняла, сколько она стоит. И сейчас вам Настя расскажет, что случилось в этом микс-маркете. Нам вечно, мы вечно попадаем, либо мы попадаем в какие-то ситуации, либо становимся свидетелями каких-либо ситуаций. Так, один, у меня холодно что-то. Да. Короче, я просто нахожусь здесь в шоке, что все так это было, и что мы вот были свидетелями, и мы подтверждали это и видели своими глазами. Короче, что было? Сейчас быстренько вам расскажу. Проходили мы, разошли в этот магазин, ходили, скуплялись там с такой, и были возле нас, стояли, и, ну, я так поняла, что это беженцы. Ну, на украинском говорили. Да, на украинском говорили беженцы. На суржике. Да. И они выбирали, ну как, я так поняла, что они до этого выбирали помидоры консервированные. Ну, мы тоже их выбирали, да. Это была девушка, ну, девушка, парень и ребенок. Ну, семья. Маленький ребенок, и, короче, идет продавец с тележкой, или как это сказать? Ну, короче, везет продукт. Ну, да. Чтобы раскладать по полкам. И там проход был маленький. И вот идет продавец этой тележкой, и идет эта девушка с ребенком. Ребенок здесь, и она что-то, короче, обворачивается, потому что продавец понимает, что мало места. И она такая нечаянно уходит в сторону и задевает банку. И эта банка с помидорами тупо вылетает и разбивается на пол. И, короче, и этот продавец такой стоит, типа такой взгляд, такой вот так сделал, типа, говорит, а она говорит, блин, что же теперь делать, ну, девушка говорит, типа, говорит, ой, извините, типа, мы не виноваты, вы же видели, что места мало, нам не было куда пройти. А он такой говорит, ладно, сейчас разберемся, подойдемте там, куда он сказал, куда подойдемте? Ну, то я не помню. Кого-то, короче, он сказал, подойдем, я вам позову кое-кого и разберемся. И он позвал там, кто-то вышел, и они же начали разбираться, типа. Девушка доказывает, типа, вот, мы шли и нечаянно заденули эту там помидоры, потому что нам не было места пройти, и мы нечаянно, мы не хотели. И вы же видели сами, посмотрите, она говорит, посмотрите. И, короче, девушка говорит, типа, посмотрите по камерам. Тебе говорят, мы сейчас не будем, типа, разбираться, давайте пройдем, типа, и вы оплатите этот товар. Они такие в шоке, типа, блин, почему, если я нечаянно задела, это не моя вина. Они говорят, вот вы, мы видели, типа, что вы задели, продавец, свидетель. Как бы мы стоим, это все видим. Ну, мы с Аней, конечно, не хотели в это ввязываться. Короче, и их отправили оплачивать. Ну, вообще, насколько я знаю, что это все зависит от магазина, то есть, на усмотрение магазина, там, если кто-то что-то разбивает, то магазин решает, платит покупатель, ну, кто разбил за этот товар или нет. У нас была такая ситуация в Польше. Ты же помнишь, ты разбила духи, и в итоге сначала девушка подошла, говорит, платите, потом я быстренько посмотрела в интернете, что... Законно, как вообще это все происходит, оказывается, что вы не должны. Да, мы не должны были платить, и она потом сказала, да, типа, ничего уже не надо платить, будьте аккуратны. Да, это вообще меня удивило. Просто сам факт, сейчас ситуация, понимаешь, если бы она взяла бы именно эти помидоры, но она не брала этот товар. Ну, да, они просто стояли так, что там реально можно. Они стояли, она задела боком их, ну, потому что, блин, он сам этот продавец видит, ну, мог бы подождать, чтобы они там прошли или что-то. А он гнал с этой тележкой, чтобы оставить товар. Поэтому ей неудобно, она с ребенком идет, и она отошла в сторону, как бы, и, блин, ну, боком задела. Я не считаю, что она должна платить деньги за эти помидоры. Ну, я тоже так думаю, да. А я не понимаю, почему они сказали, типа, вот, пройдемте на кассу, вы оплатите этот товар? Ну, перед фактом. Перед фактом. Я не знаю, если честно, как именно здесь это все действует. Платили они, я думаю, что... В Польше мы не платили за духи. Да. В общем, ребята, ладно, сейчас уже пойдем домой, покажем, что мы там купили, купили мы пасочку, сейчас покажем. Да. Все, ребята, мы дома, Настя смотрит, как на себя. Лицо удивилось на пассажок. Ну, тут даже нет никакой еды. Окей. Мы сейчас скажем, сколько обошлись эти все продукты, типа продукты, и вы напишите, как вы считаете, это дорого или нормально. И, пожалуйста, дайте нам советы, как экономить. Я не знаю. Вот, взяли такую, в общем, такую вот, не знаю, что это. Пострый соус. Как соус, да, такой. Все, мы очень любим аджику, но аджики здесь мы не видели. Да, вкусные мы никогда не видели, не пробовали. Ну, приятный запах. Ну, да. Короче, это 2 евро стоит. Так, дальше идет такое вот печенье коровка. Мы всегда брали его в Украине, оно бюджетное. Ну, в Украине, по крайней мере, раньше было бюджетное. Делает бисквит-шоколад, это фирма моего родного города Харьков. Очень вкусно. Для бюджета. Это, я помню, евро она тут стоит. Что, 2 пачки мы взяли? Мы взяли 2 пачки перед курсами с чаем. И такое вот овсяное печенье взяли. Я не знаю, сколько оно стоит. До двух, я думаю. 300 грамм. И, конечно же, вот, пасочка. Пасочка стоит 5 с копейками. Дорого за 300 грамм, как мы считаем. Ну, будем пробовать. Конечно, нельзя до самого праздника кушать Пасху. Но мы пост не держали. И Настя говорит, что можно. А почему можно? Ну, потому что она не освячена. Салат из морской капусты. Очень любим морскую капусту. И, к сожалению... Да, чесночок. Заправляем очень вкусно. Да, чесночок, уксус, масло. Такое редко здесь. Да, к сожалению, в Альде или там в других магазинах она не продается. Здесь она есть. 2,70 стоит такая вот капусточка. 350 грамм. Да. Чай. Мой любимый. Гринфилд. Настя его не особо любит. Но Настя жила себе другой чай. Смотри, смотрите. Мы, в общем, что-то двинули. Потому что хотели плиток проверить. Да. Сколько там грязи. Все сейчас берем в ММО. Бабуля. Ух ты. Семечки. Хомка. Один раз уже брали в этом магазине. И они были старые. Ну, будем надеяться, что эти будут нормальные. Ой, дорого. 2,80. 3 евро, да? А тут нормально, да? В самом случае, что я вот ходила, я смотрела на цены. Но не считала, сколько все получится. Понимаешь? А ты их тоже вообще не считала? Я тоже не считала. Да. Вот взяли такие вот краски. Барвая набир баровный кеф для пасхальных яиц. На украинском? Да, на украинском. На украинском. На украинском. Украинском. Ничего себе. Прикольно. Лимонную кислоту купили, потому что... 2 пачки. Я в Ауди не могу нигде не найти, поэтому пришлось купить здесь. Да, сразу 2 пачки, потому что запас. Запасом. 50 центов одна. Киевский наш Провансаль. Очень вкусно, его разобрали. Кстати, последнюю забрала упаковку. 67 процентов. Да, вот именно вот такие вот, где лосос нарисовали. Полезный. 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 Так, а себе я взяла чай Тесс. Не знаю, вкусный вроде, но его не пила. В Украине, в описании, распила. Поэтому. Пила. Попробуем. Так же мы взяли. Ну, показывай, Настя. Помидоры? Да. И что? Что ты молчишь? Я просто вспомнила, что это, что девчонка разбила. На ситуацию? Да. Учет здесь. Попробуем. Попробуем. Такие мы еще не брали. Пельмени. С начинкой с курицей. Ну, процент курицы, вот. Ты расскажи, как мы вообще искали с курицей пельмени. А, так пельмени. Я просто удивляюсь, как может быть пельмени с курицей и говядиной. Да. 40 процентов, например, курица, 9 процентов говядина. Что это такое вообще? Так и цена завышена. Просто мы говядину не едим. И свинину тоже с пельменей. Поэтому приходится курицу брать. В общем, сколько тут грамм? Ну, 450 грамм. Пельмени, по-моему, 3 евро стоят. Да. 3 евро за 450 грамм. Это самое выгодное, что мы взяли. Мы взяли одну паковку, Ваня. Ну да. А сколько? 10? Не знаю. Ой. Батон. Батон, который мы же, может, говорили вам, что отличается от немецкого хлеба. Поэтому захотели и взяли вот такой большой батон 800 грамм. Он уже не знаю, сколько стоит. Не помнишь? Он хороший. Лимонад мы уже попробовали. Лимонад евро 20 стоит. Да. Давай вот, оно переведите. Орликино. Вкусный. Реально вкусный. Его охладить он будет вообще просто нереальный. Никогда не брали и, как бы, вот, всем советуем. Реально хороший лимонад. Да и цена нормальная. Тут сколько? Полтора литра. Так. И взяли скумбрию. Такую вот на 2. Она уже готовая. На 82. Уже засоленная. Да. Что дальше? Уксус у нас закончился. Уксус 9% обычный. И квас взяли. Квас тоже. Вот этот белый квас тарас, он нереально вкусный. Мы его в Украине часто брали. А, кстати, за все наши походы в этот микс-маркет ни разу его не брали. Не знаю почему. Потому что я как-то не обращала внимания. Но он реально очень-очень вкусный. И так все. Ой. О, Настя уже дегустирую. Надо в стакан наливать они из этого. Вкусненький. Охладить надо. В общем, ребята, смотрите еще раз все это. Страшно даже называть эту сумму. 42 евро, ребята. Ну еще пакет. 42 евро. Мы просто, мы просто шли взять пасочку. Я не знаю, оно все так, знаете, о, вроде так. Чай там обычный. Чай захотите сразу. Или сколько тут? Или 400 грамм пельмени. Пельмени столетние ели. Или скумбрия малюсенькая. Да, маленькая вообще. Ну ничего, вот что там, лимонная кислота, чай, печенье самое такое классное. Это очень дорого. Укус с батоном. Все. Вообще очень дорого. Я считаю это очень дорого даже для такого магазина. Хотя вот вчера 25 евро бургер кинг. Ну понятно, но здесь переборы. Я считаю, что везде мы... Я вообще не знаю, как сэкономить сейчас. В средину месяца только начнется. Да? Так я тебе говорю, сейчас такое, 11-ое сегодня? В вторник? Да, вроде 11-ое. На вторник, да. Я не знаю, что будет дальше. Напишите, ребята, может, как вы экономите, как вообще. Ну очень дорого. Цены поднялись везде. Куда ни пойди, лучше уже дома сидеть. Не знаю. Наверное, в этот микс-маркет мы больше уже не будем ходить. Мы уже просто будем на его обещали и, надеюсь, все-таки мы слово сдержим. Это уже после Пасхи. После Пасхи, да. Я, может, задумаюсь, кстати, ребята, все-таки сделаем Пасхи. Продавали из Микслана. Ну не, она вряд ли. Нас сейчас вообще-то шо. Ну чего, 10 евро на тебя все выйдет. Да какие 10 евро? Да 10 евро. Это так кажется. Ну только яйца сколько стоят. Что? Яйца купить одни. Формочки купить. Яйца, формочки и масло. Молоко, масло, дрожж. Ну не знаю, увидим. Яйца покрасить. А, кстати, расскажи, как ты у девушки-консультанта спросила, где находятся эти. Как она тебе не ответила. А, подошла я, короче, дрожжи. Короче, я подошла, говорю, Аня, надо спросить, потому что я реально хожу по магазину и думаю, здесь точно должны быть дрожжи. Я ей говорю, здравствуйте, у вас продаются дрожжи. Она, короче, расставляет товар и молчит, делает вид, что меня она не слышала. Она не была в наушниках, она без наушников. Потом я ей опять говорю, девушка, у вас продается, хотя она женщина, но я обратилась к девушке, думаю, может так уже обернется. Она такая поворачивается. А что? Да, да, что дрожжи, такая задумалась. Ну нас вроде нет, ну пошлите. И пошли, короче, там где мы смотрели, вот уксус и сода там продавалась. Она говорит, ну вот давайте посмотрим, но увы нет. Я на ее вот этот разговор, что она молчала, а меня так выбесило, типа я к тебе приставилась, поздоровалась с тобой. А папе, который на рыбе, вообще приветливый, помнишь к вам улыбался? Почему люди вот как-то отвечают? У него еще кепка желто-синяя такая интересная. Так улыбаются вообще. Да, ну просто люди вот везде себя показывают, ну оно чувствуется и… Негатив какой-то идет, энергетика. Негатив, было видно, по лицу написано и сразу раскусила. В общем, ребята, такие дела, не знаю, я вообще расстроена, потому что я не ожидала, что мы столько потратим, мы реально, сейчас реально будем выживать. Реально, нереально. Я вообще не знаю, если бы плита сломалась бы, то… То наоборот, было бы хорошо, ели бы просто колбасу с хлебом. Либо салат и ели. А Настя Номама, знаете, что посоветовала сделать, если плита не работает? Варить сосиски в чайнике. Да. Идея… Супер. Да. В общем, вот, хотели же вам показать плиту, что она уже работает, а ну включи. Да. Работает. Спасибо большое всем еще раз, не устану благодарить. Да, кто сказал нам, да. Реально, интернет – великая сила, ребята, просто величайшая. Так что так, ребята. Напишите в комментариях, как вы считаете, наша закупка микс-маркет. А правда она вообще или нет? Ну, просто реально давайте задумаемся, что здесь есть. Здесь есть два вида чая, семечки, батон, помидоры, упаковочка пельменей на 450 грамм. Одна скумбрия, майонез и помидорки. Ну, грубо говоря, здесь вообще такого, чтобы что-то готовить и кушать, ничего нет. Ну да. Здесь вообще готовить ничего. Да. Только эти, отварить пельмени. Все. В общем, ребята, пишите, пожалуйста. Тут, может, кто-то ходит в этот микс-маркет, сколько у вас там средний чек получается. И вообще, напишите советы, как нам экономить, потому что мы реально не вывозим. Я не знаю, что мы будем делать. Хоть туда, хоть сюда сходи. Будем стоять возле шпаркассы, как эта женщина скоро. Да. Это жесть. В общем, все, ребята. Всем хорошего настроения. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Видео выходят каждый день. И, пожалуйста, ставьте лайки. Да, мы очень ждем, когда ставьте лайки. Все, ребята. Всем спасибо. Всем пока. Пока.